Повестку и усталость населения, раздражение, неверие, конечно же, это одна из основных задач, которую надо будет решать. Программа, вы правы, абсолютно, вы должны совместно здесь, без нас, продумать свою программу по Красноярскому региону, по краю, и нам ее показать. И мы будем готовы ее отрабатывать, то, что мы здесь придумали. Но вот это вот первая задача, чтобы загорелся зрачок у человека в регионе, чтобы он отреагировал на наши лица, на наши слова. И здесь уже, это вопрос уже не просто, собственно, программа, а вопрос, конечно, технологии. Наши программы все требуют, а что вы будете делать, а покажите программу, и мы вам пишем на 300 страниц, и говорят, ну, хорош, хорошая программа, и все. А теперь покажем, что-нибудь, это о чужом. Вот людям надо что-то будет показывать, с ними надо разговаривать, с ними надо... Самое большое знамя повесить, жарик дудовной надуть, раздать по бублику, я не знаю, что, но надо, чтобы они отреагировали. Увы, это так. Люди говорят, сначала они раздражают, что ими не занимаются, потом они раздражают, что вы что-то покупаете, потом раздражают, что а что вы так рано ушли, и приходите опять там. Это неизбежная работа, надо запастись терпением, и отработать, и суметь накричаться, что мы на самом деле... Я это говорю от себя, но уверены коллеги, это поддерживают. Я еще раз повторяю простившую мысль. Вот у меня есть заранее по партии Сергей Никеев, его часто и патрилизывают, мы уздаваем из некоторых регионов больше, чем у меня. Вот, Илья, мы когда с ним встретились, я ему предложил, говорю, ну, вступай в парню, добро вот так дальше, полтора года назад. Он говорит, да, не подумай, там, день, ну, хорошо, день, а сам через час позвонил уже, говорит, я готов, ну, пойдем, посидим в каком-то, веселье, он говорит, у меня вот 52 года, у меня осталось 8 лет бодрой, как бы, такой молодой жизни. Ну, почему-то он, скажите, считал, я не считаю, что я сам, судя по баню, но по этому пределу я явно. Вот, и он говорит, у меня 8 лет жизни осталось, я хочу прожить так, чтобы можно было, Господу Богу, оправдаться за прожитую жизнь. Я, и только так, именно так, и никак иначе воспринимаю эту партиезную работу. Я, как, может быть, вы знаете, я сочиняю свои книги, у меня дети, у меня собаки и лошадь. У меня никакая политика, меня как таковая, в качестве предложения и амбиции не интересует совершенно. Я только хочу, чтобы моя родина хоть какой-то получила, ну, не импульс, но возможность на видоизменения, чтобы вот что-то такое произошло, что люди сказали, ну, да, ну, да, ну, правда, вот что-то такое происходит, что вот это единственной моей целью является, все остальное, ну, какие депутатские кресла. Я, у меня за последние 15 лет, мне дрежды приглашали в федеральные тройки парламентских партий, я ни разу не пошел, потому что, ну, что, я сейчас зайду и буду там сидеть так, как все остальные депутаты. Конечно, мне, когда возникла эта история, что надо заходить, есть возможность заходить со своей группой, со своей командой, иногда я это называю бандой, со своей бандой заходить, и там уже жестко. Не принимая никаких компромиссов там, где их не надо принимать, отстаивать то, что мы должны отстаивать, вот только такой вариант меня устраивает. И я и до тех пор работаю, я всем своим партийцам сказал, как только, если вы начнете продаваться, договариваться, кривить душой, торговать креслами, я первый вас брошу и всем расскажу, что вы оказались такие же нецензурные слова, как и все остальные. Вот это моя личная позиция, я ее совершенно не скрываю, потому что все в жизни, все, что мне необходимо для счастья, у меня все есть. И, ну, вообразите себе того же самого Владимира Ильича Меньшова. Он, правда, пришел, только посмотрев на меня, и знаем друг друга, он пришел, что ему что-то нужно вообще. Ну, кто это может себе вообразить, что ему что-то нужно на белом свете, кроме счастья своей родины ненаглядной. И таких у нас, ну, все люди, так или иначе, я за свою часть команды отвечаю, они все состоявшиеся и все прошедшие долгую жизнь. И я надеюсь, что вы с теми же самыми чувствами придете, пришли уже и будете работать. Потому что, вот, ну, периодически спрашивают люди разные, ну, типа, Захар, ну, мы же знаем, там, со всеми договорился, там, все у тебя там нормально, там, как бы, все знают, что я ни с кем не договорился. Я говорю, да и ни с кем не договорился. Ну, просто так вот, сложилось просто вот так, и все, все как бы само по себе складывается и сложилось. Она говорит, ну, так не бывает. И я сам стал на эту тему задумываться. Я думаю, ну, как же действительно, ну, то же не должно бывать. Они, они мне говорят, люди, которые в политике лет по 30, они говорят, ты знаешь, сколько людей хотят, чтобы у них была парламентская партия, парламентское представительство, чтобы они были депутаты, чтобы у них была своя команда, чтобы у них были свои политологи, режиссеры, трам-пам-пам. Тысячи хотят. Тысячи. А 30 лет Зюганов и Жириновский у нас рули этими процессами. Как же так произошло? У меня есть только один вариант ответа, он очень простой, он секретный, его не надо выкладывать в YouTube, но он действительно очень простой. Я думаю, что Владимир Владимирович Путин тоже человек, он тоже человек, он тоже раздражается, устает, мучается, его тоже заколебали прохиндей, воры, жулье и все остальное. У меня есть несколько, я и сам с ним чуть-чуть знаком, несколько раз встречался, и у меня есть много знакомых с ним общих, они мне рассказывают иногда про какие-то вещи, которые показывают его с личной стороны. И вот он, ну то есть он кого-то человека вызывает и говорит, ну зачем ты это делаешь? Ну зачем ты, Владимир Владимирович, я деньги из страны не выводил, ну своровал, но все здесь потратил. Ну хоть так, ну хоть так, ну просто так устал уже от слабости человеческой природы, ну воруют. Пилят, и не перестают просто, он же периодически просто уезжает и не появляется, он видеть их не хочет просто, он же обрызнет все ему. Причем мы понимаем, что тоже человек, у него тоже есть там свои, может быть, какие-то достоинства и недостатки, но вот это, это. И вдруг он по-человечески, как бы привыкший уже к определенному психотипу и генотипу политиков, которые должны определенным образом выглядеть там, да. И он вдруг видит какие-то вот, какая-то новая, создается конфигурация каких-то новых людей. И он так, ну может эти, ну как бы, ну ладно, там, и, там, естественно, там, это же как происходит все, все, не только у нас, вообще во всем мире, как это все происходит. Ну вот там вот эти вот ребята резнут и смотрят там на него. Он такой, ну типа, ну ладно. Все. И потом, как бы, так как он, как бы, так вот рукой махнул, год, два, месяц, другой, третий или три года, никто не отрубает там головы и ноги, хотя все понимают, что уже проблемы. Это же зашли люди с социализмом, с недоразонародом, с диправитизацией. Как бы, ну, может их, как бы, задушить? Ну, вроде главный сказал, пусть будут. И вот пока у нас есть люфт, понимаете, пока, собственно, мы всех не заколебали. У нас есть возможность, как бы, проскочить, зайти во все органы управления, только возможно, и отстоять свои идеалы, с которыми там мы прошли через нашу трудную жизнь. Вот, этот люфт, он просто случайно сложился. Он просто сложился в силу того, что какая-то, может быть, какая-то... Мне, я только этим и могу объяснить, потому что ничего другого больше нет. Я никого не знаю в Москве, у меня никаких нет знакомых, ну, то есть, до тех пор, пока я занимался политикой, я был знаком в Плате, там, чего-то, ничего этого не было. Вот, это так сложилось. И тут, конечно же, спасибо, отдельное спасибо, потому что это бы не сложилось, если бы не Сергей Михайлович Миронов, который на эту конструкцию согласился. Потому что мы подавали сигналы КВРФ, и Зюганов, ну, так, ну, типа, зайдите и растворитесь в Москве, как бы, и усилььте наши мощные ряды, я говорю, я не буду нигде растворяться никогда в жизни. Сергей Михайлович, опытный человек, взрослый человек, он решил, что это правильная конструкция, правильно работает. Это Геннадий Семегин добил, и получилось то, что надо, потому что вопрос создания левопатриотического, собственно, фланга, он стоит с 91-го года. Вот мой старейший учитель, Александр Ильич Параханов, он раз 300 объединял, то он Рудского с Рогозиной, там, с Глазьевым, они раз разваливаются на части, то он потом опять собирает, там, Анпилова, Терехова, Лимонова, то еще, как он всех их лепил-лепил, лепил, лепил, лепил. Но и время было другое, и сложности было больше, и люди были другие. Тогда не получилось, но это не означает, что не нужно это делать. Но это нужно это делать, и что-то меня еще раз убеждает, потому что мы недаром собрались, потому что у нас шансы отличные, но, конечно, придется поработать, потому что сама по себе ситуация идеальная, но если мы себя не проявим, тогда, понимаете, мы обрушим перспективы левопатриотического движения еще, там, лет на пять вперед. Скажут, ну, вот видите, что, за них не проголосовали, они ничего не смогли, ничего не надо, давайте опять эту, как бы, либерально-буржуазную политику еще на 30 лет вперед, Ксения Собчак как символ строения новейшей российской государственности, и вообще, может быть, даже Навального, давайте скорее, по президентам сделаем. Мы, понимаете, у нас не только наши личные, собственно, тут так или иначе, идеалы важны, а важно, что на нас смотрит, собственно, вся Россия будущего. Если мы не справимся, то, значит, мы отложим вопрос перезагрузки России еще на несколько лет, а может, и десятилетий. Достаточно важное движение в течение, как раз, России. Навальный? Да, как привязка к нему, она совсем против, там, нейтральность и так далее. Вы сказали, вот в прошлый раз, когда вы фамилию Навального называли, вы сказали, что тоже топит за правду, но рейтинг у него не самый высокий. Ну, как бы, у меня есть уточнение по обоим пунктам, и по топит за правду, и по не очень высокому рейтингу. Алексей Навальный, я его знаю, ну, знал, вернее, до 14-го года мы общались, с тех пор уже вот 7 лет не общаемся. Знаете, он начинал как яблочник, как такой младолиберал такой российский. В яблоке он достаточно быстро поругался с Явлинским и ушел оттуда в среду русских националистов. И водил вот эти вот бритоголовые русские марши по Москве, вот это вот такое правое движение. Он там себя нормально чувствовал. Он такой вот как бы правый, антисоветский. Вот. Потом он еще раз изменился и понял, что вот есть такая хорошая форма борьбы с коррупцией при помощи интернет-методов. И на этом, собственно, он сделал себе большое политическое имя, потому что он достаточно такой остроумный, моложавый. И он вообще в России является такой тип американского, европейского такого политика. Он хорошо говорит на иностранном языке, он шутит, он человечный, он такой раскрытый. Ну, человечный смысл обращенный человек. Он не говорит, как российский чиновник, что мы приняли конституционное решение и совместно проработали все вопросы. А он как бы так вот ведет себя как шумы. И, конечно же, его влияние на определенную, в том числе и молодую среду, оно в году к 11, 12, 13 было очень серьезное. Но при этом Алексей, вот лично он собой являет тип человека, как это сказать, глубоко диктаторского толка, диктаторского типа. Он внутри либеральной среды, его очень мало кто серьезно любит. Вот там я общался как-то с Ксенией Савчак, она сказала, Захар, я твои взгляды все ненавижу, взгляды Навального, это мои взгляды. Но если мне представить выбор, за кого проголосовать в качестве президента, за тебя или за Навального, я проголосую за тебя. Потому что, может быть, ты меня не расстреляешь, а Навальный точно расстреляет всех сразу после выборов. Да, он в этом смысле, вот это вот его улыбочка, его демократизм, вот это все, не надо этому, ну, я это не, конечно, к вам обращаю, а к детям, к подросткам, не надо этому передоверять. Это, как правило, это люди глубоко авторитарные, с очень жесткими, бескомпровестными взглядами касательно того, что они собираются тут делать и строить, и все остальное. Вот, является ли он там американским шпионом, американским агентом? Понимаете, она политика, она сама по себе, она, конечно же, всегда, что называется, искусство конструкции, коалиции, переговоров и всего остального. И до какого-то момента, мне кажется, Алексей Навальный искренне был убежден, что он такой, как в песне, исполняемой Андреем Мироновым в «Двенадцати стульях», «Смотрите, ангел, смотрите, как я играю». Вот он играл так, что ему казалось, что просто он всех переигрывает. Потому что, конечно же, самое главное, о чем нам не сообщают по телевизору, Навальный – это проект, в первую очередь, российской политики, российских спецслужб и российской политической машины. Потому что, конечно, ему сливали информацию из разных кабинетов, на него делали ставку для того, чтобы дисбаланс внутри следы устраивать, ему давали возможность выдвигаться на должность мэра Москвы, он забрал 25%. В этом не шуточка, между прочим, там простые смертные не попадают. Если ты не вхожешь в 15 кабинетов, то ты туда даже не попадешь. И то, что у нас сейчас потом власть стала отыгрывать так на телевидении, что Алексей Навальный – это немецкий, американский шпион, ну, наверное, только сначала он ваш шпион, а потом уже американский и немецкий. Потому что, да, Америка там само собой так или иначе присутствует, но Навальный – это не просто Навальный, это разветвленная структура, которая работает с самыми разными фондами, организациями, еще чем-то, где-то получает деньги, где-то ведет переговоры, где-то еще что-то там, да. И вот уже, как бы, этот вопрос, уже момент, вся эта история с новичком, она уже показала, что он перестал контролировать ситуацию, его втянули, как бы, в игру, в которой он уже не является сам ведущим игроком, а является уже ведомым. Его просто стали уже использовать с определенными целями. Они там, возможно, там определенные клубы и конструкции на Западе, они передоверили его возможностям и решили, что сейчас они прямо прямо, у них прямо Майдан сейчас получится прямо в России. Прямо, прямо, практически как на Украине, почти как на Белоруссии. Сейчас вот, если вот всю эту историю раскрутить с отравлением Навального, потом, как бы, выгнать его обратно в Россию, и чтобы там вот начались эти митинги огромные. В итоге, вся эта история схлопнулась, ее смогли оккупировать, но ее смогли оккупировать, ну, вот, как бы, на верхнем уровне. Вот они, как бы, ну, митинги там, как бы, где-то не допустили туда людей, где-то их дискредитировали, где-то их завинтили, где-то их разогнали. Но успокаивать это не должно. Это самое главное, собственно, как это сегодня называется, месседж, который я сам ко власти обращаю. Если вы реально верите, что, как бы, все социально недовольные, все там навальнисты или околонавальнистские, и вся малодеструктивная молодежь, что она в каждом городе это по 100 человек, то это неправда. Конечно, их гораздо больше, гораздо больше. Но, да, телевидение там смогло отчасти дискредитировать Навального и навальнистов, и по делу, конечно, потому что они, как бы, прохиндеи. Да, милиция сработала, ОМОН, и там все сработали неплохо. Да, там все, там, Соловьев, Скобеев, Попов, все молодцы, профессионалы. Но, в целом, вы привинтили все это, но там-то внутри бурли. И не потому что Навального любят, а потому что степень социального недовольства, я же перевещаюсь без конца, если из региона в регион, так она безумная просто. Люди, они, вот сейчас вот было это голосование за Дзержинского и за Невского, вне вашего отношения к Дзержинскому и к Невскому. Она вот в данном случае значения и не имеет. Имеет значение другое. Прямо говоря, власть московская, она просто решила административно, что мы поставим Невского. Ну, просто Невский будет стоять, и мы так решили. Ну, давайте там голосование как бы объявим, и как бы, ну, мы знаем, что все должно быть нормально. И вдруг они объявляют голосование, ну, как бы оно манипулятивное само по себе, и начинают выигрывать Дзержинский. Они обзывают Единую Россию, всем срочно пойти проголосовать. Единая Россия проголосовала, а он все равно выигрывает Дзержинский. Они дают прямое указание там, по, к сожалению, с несчастью, это не показывает, по лидерам ПЦ. Давайте в каждом утреннем общении священника с Пасхой, чтобы он говорил, что мы не должны допустить демонов далее. А потом во все эти ЦИКИ, ТЭКИ, ЖКХ, все остальные должны... И он же проигрывает, они останавливают голосование. Почему выиграете Дзержинский, и потому что все так дорого Дзержинский. Это как бы символ неприязни сложившейся системы. Вы, суки, боруете все, пилите. Вот сейчас Дзержинский приедет, вас всех убьет. Не потому что мы Невского, мы очень любим Невского. Он хороший, он святой, но он был давно, а этот страшный. И вы его боитесь, и он вас всех передушит. Вот, и как бы он... Ну, то есть, если бы эти три дня продлились, бы еще три дня, там было бы, что я точно знаю. 60 процентов. Причем там та сторона, офицеры России, которые это выдвигали, Федеральная служба безопасности, которая очень этого хотела, не молчали все это время. Другая противоположная сторона, по всем каналам телевидения, особенно по православным, они топили за Невского. А за Дзержинского не так сильно происходила агитация. Вот это, я это не про Дзержинского, не про Невского. Я про состояние людей, они взбешены. Им, что Дзержинский, что Навальный, все что угодно, устали, раздражены, денег мало, и с этим надо будет работать. Вот, а Навальный тут совершенно, конечно же, ни при чем. То есть, все там, что он говорит, люди тоже это прекрасно понимают. Они не видят, что воруют, не видят, что он... Тут дело в другом. Я не знаю, как это до людей донести. Дело в том, что Алексей Навальный, равно как и Зеленский, равно как и Саакашвили, не претендует на саму систему вещей. Понимаете? Он либерально-буржуазный деятель. Подобный Борис Николаевич Ельцин, который тоже с этого начинал. Давайте, я сейчас буду ездить на автобусе, давайте бороться с коммунистическими привилегиями, и через 3-4 года мы получаем такое, рядом с которым эти представители колхозов с бутылкой коньяка в плодильнике и с козелком, это все его привилегии. И мы имеем такую систему, которая просто обрушивает наше представление о достойном, о доступном и о честном. Вот Лёша Навальный, это та же самая история. Вот это украинская история. Вот они побежали, первое дело после Майдана, искать этот золотые батоны в замке Януковича, в дворце Януковича. Ну где сейчас дворец? Где там эти золотые батоны? Они все попилили уже 300 раз. Они сами заехали во все эти дворцы, и он не претендует, ни Зеленский, ни Навальный, ни Сакаши, ни кто угодно, на смену социально-политической системы. И поэтому правда тут ни при чем. Дело не в правде. Дело в том, что должно быть иное устройство общества, иная система перераспределения, иная система налогов, иная система национализирования крупнейших предприятий, недостаточно всего остального. Вот мы об этом говорим. Лёша Навальный тут совершенно ни при чем, к большому счету. Это просто вот как бы, это пиар-сегмент. Вот он там что-то произносит, он как-то выглядит. На самом деле, я не знаю, даже не то, что до детей, до взрослых людей донести, что это ничего не означает, что давайте мы сейчас всех этих всех уберем, посадим Навального, будет ровно то же самое, только хуже. Потому что есть определенные системы вещей, есть механизмы, которые работают таким образом. Просто я не заскручила, как вы и Навальный, потому что это, как я вижу, электорат Навального, это вот та самая платесная масса, которая и является одновременно и нашим электоратом, которую сейчас, благодаря тому, что угомонили вот эти вот митинги, как раз можно правильно использовать в том плане, что лучше провести революцию сверху, чем она произойдет снизу. То есть вот за счет объединения левых сил, вот Навальный ему хотел митинги, войну и крушение системы и крови, а вы вот как раз сделали, реализуем избирательную, за счет избирательного права левых сил. Вот это правильно его использовать. Но они, конечно, будут обсуждать так, что Навальный честный в тюрьме, а вы продажные путинские как бы негодяи, поэтому... Объединялись и ждете вас. Да, объединялись, да, и на самом деле. Все негодяи? И сэры негодяи, и все негодяи? Ну, я, конечно, все, но все в первом сенте. Все левые негодяи, да? И дюганов, все левые. И хочу сказать еще... Хороший, кто в тюрьме сидит. И еще хочу сказать, ЛДП в Красноярском крае его нельзя скидывать на счетов. У нас очень сильно ЛДП в Красноярском крае... Мы с вами знаем это знание. Мы скидывали за счетов, будем с ним тоже. Мы работаем. Мы давно, по ногу с дубу, начали еще в тропу. Это тоже вопрос вашего внутреннего понимания. Вы должны понять, как, с кем мы работаем, с кем мы как бы... Это же тоже скрасиво. Война. С кем-то мы воюем, с кем-то договариваются, с кем-то... Вот атакуют.